За окном снег, в домах холод. Жители Омского района до сих пор без тепла. И это несмотря на то, что отопительный сезон стартовал в Омской области 27 сентября. Почти и вине батареи в квартирах и социальных объектах по-прежнему холодные. И когда люди перестанут мерзнуть, расскажет Ахминат Энысова. 12 двухэтажных домов, около 180 квартир. За окном снег, а внутри жилых помещений температура ниже нормы. Юлия Панкратова вынуждена сидеть дома с детьми. Оба ребенка заболели. Мы спим в носках, под двумя одеялами. Просыпаться утром. Дети в школу бужу. Не знаю, как греть. Одеваю сразу под одеялом их. Ну а толку нет, все равно заболели и сидят. Молодая мама не понимает, почему тепла в их доме до сих пор нет. Отопительный сезон начался 10 дней назад. Да и за коммунальные услуги женщина платит регулярно. Семья Юлии платит в месяц за отопление по 3000 рублей. При этом температура в ее квартире около 16 градусов. Из-за отсутствия тепла с понедельника закрыт детский сад. Работает лишь фельдшерско-акушерский пункт. Вот такой нетеплый прием для нового главы. В четверг Инна Шумихина вступила в должность. Школа закрылась с сегодняшнего дня. Тоже учителя озвучивали температуру плюс 10 в классах. Все наши объекты социальные, все акты готовности подписаны. Двухэтажные дома также готовы. Но причина одна. Огромный финансовый долг Омского муниципального района за поставку газа. Поэтому, только поэтому у нас нет отопления. Более 55 миллионов рублей за два предыдущих отопительных сезона задолжал район ресурсоснабжающей организации. Из них 45 миллионов. Это долги населения. Тепла нет не только в Омском сельском поселении, но и в Усть-Заостровке, поселках Пушкино, Дружино и Новотроицке. Со вчерашнего дня объезжают специалисты. Абсолютно все населенные пункты, где там все тепловые источники, куда тепло еще не зашло, проводят свою оценку, дают рекомендацию. Меняет частично конструктив котлов и затапливает на резервном топливе. Вот того, что затапливает на угле. Из-за долгов в Омской области остались без тепла поселки еще в трех районах. Кормиловском, Нововаршавском и Русскополянском. Губернатор дал поручение главам исправить ситуацию. И все же начать отопительный сезон не позднее 7 октября. Тахминат Инысова и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.